Приветствую, друзья мои! С вами опять Садридин. Я сегодня решил записать видео на очень интересную тему, которая может быть очень полезна многим художникам. Я приобрел вот такую раму. Это продается в Айкеат. Я, правда, его собрал, но потом вспомнил, что надо записать видео. Ну, собрать это не трудно. Это алюминиевый материал, легкий очень. Я хочу теперь натягивать мои холсты. Вот у меня есть такие вот готовые рулоны. Вот в этом рулоне мой запас холстов. Оттуда я отрезаю и пишу вот такие вот большие картины. Картины большого размера на льняном холсте. Теперь я решил, если мой этот эксперимент получится, оправдается моя задумка, то я буду теперь постоянно писать, натягивая холст именно на этот подрамник. на этот алюминиевый подрамник. Он зажимается не степлером, а вот таким образом зажимается. Но это уже посмотрите во время работы моей, когда я буду натягивать. Ну, я решил записать видео, чтобы это могло быть полезно многим другим художникам. Почему? Потому что, когда я его натяну, если он хорошо натянется и будет легко писать на ней картину, тогда я еще куплю такую одну или две рамы и буду на них писать. А когда высохнет, буду снимать, сворачивать рулон, и он у меня будет храниться. А на раму буду натягивать другой холст и снова писать. Попеременно. На одну раму, на вторую раму. И еще я эту задумку решил попробовать. Почему? Он легко разбирается. Здесь снимаются угольники, и он складывается в маленькую такую коробочку. Можно будет его возить на выставке и там на месте опять готовую картину собирать, натягивать и, как говорится, выставлять. Большие картины такие. Конечно, неудобно возить в подрамнике. А если их собрать в рулон, то будет очень удобно. В легковую машину положил и повез. Вот поэтому я долго искал такой оптимальный вариант. Правда, есть подрамники музейного качества, алюминиевые, они очень дорогие. Я хотел их приобрести. Но когда я узнал, что в IT есть такие вот подрамники, они для готовых картин-принтов. Правда, там не такой холст, не слишком жестковат, а мягкий такой материал для принта. Он легко натягивается. Чтобы здесь было легче натягивать, я обязательно сейчас холст смочу. Потом буду натягивать. Мокрый он будет легче, мягче будет и будет легче натягиваться. А когда высохнет, я думаю, он хорошенько натянется. Так что оставайтесь со мной. Я буду, значит, сейчас осуществлять свою задумку. Я пошел в ванную. Сейчас там хорошенько смочу и вернусь. Вот, вот я принес холст. Сейчас разверну его. Я тут размечал. Поэтому сейчас по разметке установлю. Холст стал намного мягче. Потатливый будет. Так, думаю. Так, прикидываем сначала. Так, Если вам тоже это понравится и задумаете делать также, я хочу обратить особое внимание тому, что вот эти вот углы они острые, очень острые, поэтому вот друзья мои, я углы залепил двойным скотчем, чтобы не повредить холст и не порвать его во натяжение, я сделал так, это уже более приятное будет соприкосновение, безопасное. Ну что ж, теперь приступаем к натяжению. Будем руководствоваться тем же принципом, как натяжение от середины. Вот, значит таким образом. Пока без натяжения, поэтому это не сложно. Так, теперь ту сторону будет, конечно, сложновато, но чтобы вам спиной не стоять, я отключу камеру. Уж меня извините. Ну вот, друзья, вот я натянул, но мне кажется натяжка неплохая, когда подсохнет или он ослабнет или если не натянется. Ну это посмотрим, как оно получится. Обратную сторону я вам хочу показать. Вот, я скопы все продавил и они держат пока. Как они будут хорошо держать, долго держать, не знаю. Время покажет. Но я еще раз немного по ним пройдусь кое-где. Мне кажется, что они не очень так плотно сидят. Вот здесь уголок мне немножко не нравится, я его, наверное, заново натяну. Они легко снимаются, хорошая конструкция. Ну вот, вы посмотрели, как я немного поднапрягся. Ну, в общем, работа закончена. Пожалуйста, оценивайте. А когда подсохнет, еще будет более ясно. Надо мне его сейчас куда-то определить, чтобы он хорошо подсох в безопасном месте. Приветствую, друзья мои. Вот вчера вечером я натягивал этот холст с вашим участием. Ночь он простоял и полдня сегодня простоял. Вроде бы немного подсох или может быть полностью высох. Но натяжение меня не особенно устраивает, потому что барабанной дрожжи нет. Но писать на ней можно. Немного, конечно, он вибрирует. Если натяжение было более туже, то вибрации было бы меньше. И вот здесь вот чуть-чуть волны есть. Незаметные, еле заметные волны. Но я не знаю, может быть это не будет особенно сказываться на качество моей живописи. Я еще дам ей постоять сегодня, а завтра уже будет ясно, буду я на ней писать или буду заново перенатягивать. Но я сделал такое заключение, что холст не надо смачивать, пусть будет немного трудновато, но в сухом виде натяжение лучше. Я это еще заметил давно, когда я натягивал впервые сам собственноручно на деревянный подрамник холст. И по рекомендации одного из опытных, наверное опытных художников в ютубе, я видел как он натягивает холст. Сначала заходит в ванну, под душем мочит холст и натягивает. Почему так делают? Материал становится мягким, как я уже говорил, и натягивает легче. Но влажный при высыхании не натягивается сильнее, как бумага. Вот если натянуть бумагу на подрамник, то надо обязательно смочить и потом натягивать. Тогда он когда высыхает, он как барабан прибежит. Барабанная дрожь такая идет, когда пальцами по ней стучишь. А холст, я заметил по своему опыту, натягиваешь влажно легко, но он не такой уж сильно тугой получается, когда высыхает. Не знаю, может быть я неправильно делал. Но я с тех пор, когда сам натягиваю, я всегда натягиваю сухой холст. Не смачивая. И этот раз тоже он получился такой слабоватый, но гладкий. Может быть я буду на ней писать, может быть перенатяну. Если буду перенатягивать, тогда я его расслаблю. Вот эти схватки разглажу утюгом. И снова буду натягивать уже в сухом состоянии. Так что я как обещал вам, вот показал. Натянутый холст на подрамник. Я могу даже поближе вам показать. Слабо заметные волны есть. Вот вы наверное видите, вы тоже. И он немного вот так вот вибрирует, когда его качаешь. Так что дам еще постоять сегодня. Пусть он получше подсохнет может быть. Я его никуда не уставлял в теплое место. Он находится в моем прохладном помещении в студии. Здесь он просох. Может быть не сильно просох. Дам еще сильнее просохнуть. Потом будет уже ясно. Но в любом случае, этот подрамник мне очень нравится. Он будет универсальным. Как я говорил, один недостаток. Чтобы писать картины, когда вы натягиваете. Здесь кромка где-то в два сантиметра. Она плотно соприкасается. А в деревянных подрамниках здесь есть немного впадина. Чтобы только угол соприкасался с холстом. Тогда здесь кисть не будет упираться, когда пишете. Или мастихин упираться не будет на нижний подрамник. А здесь он один сантиметр есть. И на этот случай я придумал пока. Вообще я люблю креативить, экспериментировать. Поэтому я наверное обклею края скотчу в один инч или в банч. Еще пошире может быть. Скорее всего в один инч. Скотч обклею. И буду писать картину. А когда потом после картина будет готова, скотч я сниму. И будет такая белая кайма по краям. Это у меня есть и я вам писал такую картину. Покажу. Вот посмотрите. Между прочим она смотрится очень симпатично. Не правда ли? Вот так я буду обклеивать края скотчу и писать картину. А когда закончу, я скотч уберу и будет по краям белая рама. Типа узкого паспарту. Ну, когда будет картина, увидите еще свои предложения. Потом скажите. Итак, друзья мои. Резюмируя, что я хочу сказать. Использование металлического подрамника очень удобно в двух случаях. Первое. Они вот в таких вот коробках. Видите? В этой коробке один комплект такого металлического подрамника. Можно запастись. И они относительно недорогие. Такими четырьмя-пятью может при желании больше. Ну, как минимум, три подрамника иметь таких. Это будет очень хорошо писать на них картины. Только с одним условием. Что если мы по краям сделаем обклейку скотчу по периметру. Она потом останется, как я уже сказал, белая кайма такая. Типа узкого паспарту. Это очень красиво смотрится. Почему два или три, как минимум? На одном подрамнике написали картину. Ну, конечно, он сохнет как минимум два-три месяца. В хороших условиях, в теплых местах. А то и до полгода, где климат более прохладный. Ну, в любом случае, если имеете, допустим, четыре подрамника, вы можете написать четыре хорошие такие большие картины. Это у меня здесь 30 на 46 размер венчах. Иметь такие три-четыре, значит, подрамника. На них натягивать холст, писать картину и дать им просохнуть. Когда просохнет, вы можете это снять, свернуть, положить в футляр картину. И хранить можно, его очень малое место занимает. Потому что такие большие картины, которые я написал, я уже почти все стены у себя в доме обвесил. А их где-то хранить очень много места занимает неудобно. А в рулоне они места мало занимают. Удобны для перевозок. Поэтому, как сменный подрамник, его можно использовать. Это первое преимущество. Второе преимущество. Если потом готовую картину тоже не сложно натягивать заново, вытащив из рулона, то это очень будет хороший случай для перевозок картин на выставки. Перевозить их на выставки в своем автомобиле не составляет никаких проблем. Потому что на очень дальние расстояния тоже каждый ездит в своем автомобиле, если у него хорошая машина. то в машину положить. Вот в таком футляре, допустим, из десяток картин. Или в двух-трех футлярах там более 20-30 картин. А то еще больше. И таких, допустим, 20-30 упаковок подрамников в машине много места не займет. И можно даже персональную выставку делать на одном большом или на двух-трех залах из своих картин. И это все поместится в эту машину. Там уже на месте, где будете проводить выставку, вы можете, опять же, натянуть заново готовые картины. Но про это я еще сделаю видео, когда готовую картину можно будет натягивать. Уже готовую картину на льнем в холсте, наверное, будет немного сложновато натягивать. Но я думаю, можно. Итак, две основные выгоды я вижу. Как использовать сменный подрамник для живописи и мобильные подрамники для перевозки картин на выставке в собранном виде. Вот основные два преимущества. Эти подрамники я решил использовать, посмотреть. Если они хорошо пойдут, то я буду ими пользоваться. Если будет немного сложновато, то я куплю обязательно музейного качества и подрамники алюминиевые. Они более прочные, с регулировкой натяжения. Но это уже будет видео другое. Пока на этом все. Благодарю вас за просмотр. Благодарю вас за участие. Пишите комментарии, свои предложения. Может быть, у вас есть какие-то лучшие предложения. Если есть, пишите, я буду брать на вооружение. А если то, что я сегодня вам показал, пойдет вам на пользу, я буду очень счастлив. Почему? Потому что я всегда радуюсь, когда кому-то приношу пользу. С вами был Сандрагин. На этом все. Пока. До свидания. Всего хорошего. Пока.